МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках рабочей поездки в Ставропольский край Рашид Тимрезов и Владимир Владимиров обсудили широкий спектр вопросов, касающихся межрегионального взаимодействия в экономике, социальной сфере, образовании, культуре. К Рачаевой Черкесии и Ставропольским краям реализуются несколько инвестпроектов в сфере овцеводства, садоводства. Многие предприятия наших регионов установили между собой достаточно крепкие экономические связи, отметил глава Рашид Тимрезов. Также обсудили с губернатором Ставрополья различные формы взаимодействия по укреплению экономической интеграции между нашими субъектами. По поручению главы Рашида Тимрезова, члены правительства Карачева Черкесии встретились с семьями участников специальной военной операции Зеленчугского района. Встреча прошла под председательством вице-премьера Ирины Гербековой. Глава администрации Зеленчугского района Алексей Науменко сообщил, что в районе на постоянной основе ведется работа с семьями участников СФО и рассказал о проделанной работе. В частности, об обеспечении жителей этой категории продуктовыми наборами, об оказании помощи нуждающимся семьям в подключении домовладений к газоснабжению, регистрации, прав на жилье дома, оформлении мер социальной поддержки. Также об имеющихся льготах и других мерах поддержки рассказал министр труда и социального развития Руслан Шаков. Он отметил, что каждая семья региона вносит свой вклад в общую победу и поблагодарил матерей за достойных сыновей, которые защищают нашу родину. Кроме того, присутствующим рассказали о деятельности регионального филиала фонда «Защитники Отечества», который на днях открыл глава республики Рашид Тимрезов. Более трех тысяч домов в Карачево-Черкесии подключено к сетям по программе социальной газификации. Ход исполнения программы в субъектах России обсудили на заседании Федерального штаба по газификации под руководством вице-премьера Александра Новака. Так, от жителей Карачева-Черкесии на газификацию всего подано 4247 заявок. Из них почти 4000 уже заключили договоры, а по 3000 262 работы завершены. В Карачево-Черкесии сформирован список потенциально подходящих под газификацию социальных объектов, в которые вошли 12 учреждений здравоохранения и 8 объектов системы образования. Сегодня уже начаты работы по газификации четырех образовательных учреждений. На днях в редакцию «Вести» обратились люди, проживающие на юго-восточной окраине Черкеска. По словам горожан, дорога к их домовладениям настолько плоха, что по ней отказываются ехать даже службы экстренного реагирования, а таксисты заламывают большие цены. Ситуацией вместе с общественниками и представителями мэрии разбирался корреспондент Артур Мхце. Эта дорога мало кого из местных автомобилистов может оставить равнодушным. Особенно тех, кто ранее повредил из-за ее ухабов и ям какую-то часть своего транспортного средства. Поэтому стоит ли удивляться тому, что желающим сюда отправиться таксисты выставляют несоразмерно более высокие цены за услуги. А службы экстренного реагирования едут на вызов на юго-восточную окраину Черкеска, как на заклание. Ребенок заболел, была высокая температура, мы вызвали скорую. И скорая, чтобы нас не искать на дачах, мы встретили ее на железной дороге с ребенком с температурой 40. И вот на трассе нам оказывали первую помощь, то есть сделали литическую, как бы сбивали ребенку температуру. То есть скорая помощь сюда к нам, ну как бы она нас не ищет, то есть не приезжают. Но при этом у вас есть прописка и... При этом, да, у нас есть прописка, у нас дом оформлен как жилой. Двухкилометровый участок дороги связывает с улицей Даватора и основной территорией Черкеска примерно 700 человек. Многие жители садоводческих товариществ имеют здесь прописку, то есть должны пользоваться всеми, так сказать, благами. Однако добиться проведения части коммуникации пока не получается. Да и автодорога является такой лишь номинально. Естественно, каждая дорога требует ухода. Значит, все отказываются от ремонта в связи с чем? Потому что зона ответственности РЖД дороги. Значит, я обращался в жилищно-коммунальный отдел или как управление ЖКХ администрации Черкеска. Мне там сказали, дорогие товарищи, мы ваши понимаем, но сделать ничего не можем в связи с тем, что эта дорога в зоне ответственности РЖД. Обращайтесь к ним. Горожане обратились за помощью и в региональный народный фронт. Как говорят общественники, ситуация действительно сложная, поскольку дорога находится в зоне ответственности и муниципальных властей, и железнодорожников. В том, что последние сами не могут или не хотят что-то исправлять, люди не виноваты. А потому компромисс всё равно должен быть найден. Представитель управления ЖКХ пояснил съёмочной группе Вестей и горожанам, с чем связана задержка. Никакие меры необходимо предпринять тем, кто обратился за помощью. Мы несколько раз пытались его облагоустроить сами, но по закону не получается. В связи с тем, что нам выделены средства, выделены на обслуживание автомобильной дороги сети города Черкеска. Так как это зона отчуждения РЖД мировозческих сетей, мы не могли на неё тратиться. Поэтому вот так всё затянулось. И внутри ЧЗХМ, грубо говоря, вы должны самообустроить, выйти на муниципальную территорию. И с муниципальной территории дальше мы сами идём. Мы понимаем, что здесь спорная ситуация. Дорогой владеет как РЖД, так и между мэрией и РЖД идёт спор. Потому что это зона отчуждения РЖД, дорога находится. Но тем не менее, людям должна подведена инфраструктура. И вот сейчас мы услышали от мэрии города, что хотя бы первоначальный ремонт пройдёт уже в течение месяца. На самом деле вопросов по данной части региональной столицы немало. Горожане надеются на скорое решение хотя бы тех, без которых нормально жить здесь попросту невозможно. Люди мечтают, что за обещанным мэрией черкесской ямочным ремонтом последует и полноценная работа над дорожным полотном с согласия, а возможно и при участии филиала РЖД, без которого по закону нельзя даже провести обрезку опасно свисающих над проезжей частью деревьев. Артур Мухцелий-Бастанов, Вести, Карачао, Черкесия. Сегодня день социального работника. Уважаемых сотрудников и ветеранов органов социальной защиты населения с профессиональным праздником поздравляет глава Республики Рашид Тимрезов. Вы представители благородной профессии, где главными качествами при приёме на работу являются доброта, чуткость, терпение. Этому невозможно научить. Лучшие человеческие качества – это ваша жизненная потребность. Вы люди с большим сердцем, для которых помощь нуждающимся – это призвание. Порой вы единственные, кто даёт надежду, уверенность, силы для преодоления испытаний. В этот праздничный день благодарим всех, кто по призванию или по доброте душевной помогает тем, кто нуждается в помощи. Особенно радует наша молодёжь, которая объединилась в волонтёрское движение и оказывает посильную помощь, говорится в поздравлении главы Республики. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков посетил Карачево-Черкесию с рабочим визитом. В Республике он провёл встречи с однопартийцами, отдал данью память жертвам политических репрессий. У одного из мемориалов с ним встретилась Альбина Ламкова. Председатель российской политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков регулярно осуществляет командировочные туры и посещает регионы. Проводит встречу с активами и сторонниками партии. На Кавказе бывает часто, но в нашей республике впервые. В мае был в Чечне и Дагестане. В Черкесск приехал из Кабардино-Балкарии. Одним из важных пунктов пребывания в нашей республике стало посещение мемориала жертвам политических репрессий в Карачаевске. Для меня было очень важно сегодня побывать не только на этом мемориале, но и на мемориале в Карачаевске. Потому что я понимаю, что гигантская боль и трагедия народа, она не утихает. И во многом сейчас делается недостаточно для того, чтобы отдать по-настоящему память людям. И сделать абсолютно невозможным повторение таких событий. Затем, прибыв в Черкесск, Николай Рыбаков вместе с председателем регионального отделения партии «Яблоко» Ахмедом Абазовым возложили цветы к мемориалу жертвам Кавказской войны. Чтить прошлое – главная ценность человечества. То, к чему призывает партия «Яблоко», отметил Николай Рыбаков. «Яблоко» призывает нашу сторону, наши власти сделать человеческую жизнь, человеческое достоинство, свободу человека самой главной ценностью и смыслом работы государства. И когда приходишь на такие мемориалы, еще раз понимаешь о том, насколько это важно в нашей стране. Потому что очень тяжелое прошлое у многих народов в нашей стране. Но мы живем вместе и должны понимать, что это прошлое надо помнить, знать, чтить. Общительный жизнерадостный член общества – так характеризует Николая Рыбакова. Он действительно располагает и внушает доверие. Сразу после возложения Николай Игоревич проявил интерес к окрестностям местного парка отдыха РТИ. Оценил красоту ландшафта, осмотрел детскую площадку, был очарован. В ходе беседы рассказал о том, каким он видит будущее партии «Яблоко». Мы видим нашу партию такую, которая будет всегда с нашим народом, с нашей страной. И в тяжелые периоды жизни, и в лучшие периоды жизни. И это та партия, которая всегда будет отстаивать ценность свободы, мира человека и благополучия в нашей стране. Чтобы каждый человек мог реализовать себя здесь, в нашей стране. Альбина Ламкова, Алий Бастанов, Вести Корчаева, Черкесия. С июня протезы можно получать по электронному сертификату, сообщает в Социальном фонде Республики. Люди с инвалидностью, начиная с этого месяца, могут приобретать протезы верхних и нижних конечностей по электронному сертификату. До сих пор получить такие средства реабилитации можно было двумя способами. Первый – это подать заявку в социальный фонд и дождаться выдачи изделия. Второй – самостоятельно купить протезы и затем получить компенсацию расходов в социальном фонде. К настоящему времени уже выпущено более 320 тысяч сертификатов. С начала этого года в Черкесске произведен отлов 80 бродячих собак, сообщают в управлении ЖКХ Республиканской столицы. Бродячие животные доставляют множество неудобств жителям. Особенно переживают за здоровье своих детей родители, которые не исключают случаи нападения собаки на ребенка. Отлов и обработка бродячих животных производится раз в две недели или чаще, в зависимости от ситуации, пояснил начальник управления ЖКХ Черкесска Сергей Елисеев. Также он рассказал о том, какие меры принимаются ведомством для решения этой проблемы. В соответствии с 498 федеральным законом об ответственном отношении к животным, у нас заключен договор с подрядной организацией по отлову бесхозяйных животных, в соответствии с которым у нас производится отлов, стерилизация и вакцинация животных. После чего они возвращаются в соответствии с законом в места обитания. Ну, естественно, мы их не отпускаем около садиков, школ, мест массового скопления людей. С начала года уже отловлено более 80 собак. Планы только продолжать работу в данном ключе. То есть мы, это не разовое мероприятие. У нас заключен, ну, постоянно заключен договор с этой организацией. Соответственно, регулярно они приезжают. Мы славно потрудились и славно отдохнем. В Черкесске прошел праздник открытия летних лагерей. Праздничную программу подготовили учащиеся 5-й гимназии республиканской столицы. Подробности Оли Баташева. Всех собрал наш школьный лагерь. Злой веселый хоровод. Здесь волшебник африматов превращается в народ. В церемонии открытия началось с поднятия флага. Затем ребят с началом летнего отдыха поздравила директор лагеря 5-й гимназии Черкеска, будущий олигарх. Стал наш долгожданный месяц. Когда мы с вами можем прекрасно отметить его. Мы ждали этого с вами целый год. Я желаю вам море эмоций, фантастических идей, новых знакомств и массу интересных впечатлений. А мы с воспитателями постараемся организовать вам достойный и, главное, безопасный досуг. Аплодисменты! Наш лагерь открывается! Начавшийся небольшой летний дождик прекратился после веселой песни про мартышку, которую исполнил Авер Мурадко. Наступившее лето Лилиана Патова и Аида Кубанова мечтают провести интересно и с пользой. Я собираюсь ее провести с пользой. Мы очень хорошо учились и узнаем новые игры. И проведем хорошо лето и поредим на море. Быть в лагере со своими друзьями, поиграть в разные игры. Какие игры у тебя любимые? На свежем воздухе. Можно поиграть в догонялки, прятки, с мячом, волейбол. На открытии лагеря ребят ждала встреча с Красиком и Мазиком, которые организовали увлекательные конкурсы. Желающие проходили волшебный тоннель, стараясь обойти препятствия, танцевали и веселились от души. Али Баташин, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Каждый год в начале июня принято отмечать Международный день бега. Задача этого праздника – привлечь внимание к здоровому образу жизни. Для спортсменов-легкоатлетов в нашей республике бег – неотъемлемая часть их жизни. Подробнее Дарья Тензит. Огромное количество людей бегают каждый день, но лишь немногие занимаются спортом профессионально, ставя перед собой задачи выполнения определенных результатов. Виктория Яковенко занимается лёгкоатлетикой уже пять лет. За этот период времени она добилась высоких результатов в беговых дисциплинах на 400 и 400 метров с барьерами. Виктория не собирается останавливаться на достигнутом и планирует связать свою жизнь со спортом и выступать на более крупных уровнях соревнований. Хочу выполнить первый разряд, а там уже кандидат в мастера спорта и дальше больше только. Бег – главная составляющая лёгкоатлетики. Её принято называть королевой спорта. Это определение не случайно. Ещё с давних времён в дисциплинах по лёгкоатлетике разыгрывалось наибольшее количество медалей на Олимпийских играх. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва хоть и не выступали ещё на Олимпиаде, но на всероссийских соревнованиях показывают отличные результаты, поделилась Ирина Титаренко. Она тренирует спортсменов уже на протяжении 30 лет. Сейчас у неё занимается около 40 детей. Все они поделены на разные группы. Группа спортивного совершенствования, тренировочная и две группы начальной подготовки. Не буду скрывать, нам есть чем гордиться. Мы побили свой же рекорд. Мы привезли 40 медалей различного достоинства. У нас выступали дети в разных дисциплинах. Лёгкоатлетика – это же королева спорта. У нас очень много дисциплин. В каждой возрастной категории у нас есть спортсмен, на которого мы надеемся. Республика, конечно, возлагает на них большие надежды. Мы будем стараться. Также не стоит забывать про период восстановления. Опытные спортсмены знают, что отсутствие отдыха пагубно влияет на организм. Тренировки проходят пять раз в неделю. На отдых, конечно, хватает времени. Главное стараться. Чем ты занимаешься во время отдыха? Во время отдыха стараюсь уделить внимание близким, родным. Бег является самым распространённым и доступным видом спорта. Для занятий не нужно ничего, кроме желания, спортивной одежды и кроссовок. Таисия Титаренко с самого детства ведёт активный образ жизни. Её мама – тренер. Она и привела Таисию в лёгкую атлетику. Уже с малого возраста она точно знает, какой должна быть спортивная форма для тренировок. Ну, это главное, чтобы она была удобная, чтобы в ней не было жарко, когда ты тренируешься. И по твоему размеру, чтобы она тебе не была ни большая, ни маленькая. Самый простой способ отпраздновать Международный день бега – это выйти на пробежку и пробежать любую дистанцию самостоятельно. Пробежку лучше совершать на стадионах или по пересечённой местности. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. С окончанием зимы и приходом весны люди списывают своё плохое самочувствие на весенний авитаминоз. Но практически никто не задумывается о причинах этого сезонного состояния организма. Случается, что некоторые сами начинают подбирать поливитаминный комплекс в аптеке, думая таким способом противостоять авитаминозу. Остальная часть, вспоминая бабушкины рецепты, пытаются побороть этот недуг с помощью народных средств. Так что это за болезнь и как с ней бороться? Пролить свет на это состояние организма нам сегодня поможет врач-терапевт отделения профилактики Черкесской городской поликлиники Мария Нажирова. Интервью смотрите далее. Слово Фатиме Дауровой. Марьяна Моедовна, давайте мы сегодня расскажем нашим зрителям, что же такое авитаминоз и что нужно человеческому организму, чтобы он правильно и хорошо функционировал вот в такой весенний период или начало лета. Авитаминоз – это недостаточность или дефицит витаминов, которые необходимы человеку для нормального функционирования организма. А витаминоз вообще в клинической практике самостоятельно существует как диагноз. Случается так, что люди сами начинают приобретать витамины, начинают их употреблять, но это не всегда правильно. Почему? Потому что синтетические витамины не всегда усваиваются в организме на 100%. То есть, например, у человека может быть ферментная какая-то патология, либо патология желудочно-кишечного тракта. Также такие продукты, как кофе, молоко, газированные напитки, они тоже снижают усвоение витаминов в организме. Поэтому подбирать витамины должен только врач-специалист. Как вот человек может понять, что у него авитаминоз? Какие-то симптомы есть ярко выраженные? Конечно, симптомов авитаминоза очень много. Это может быть слабость, недомогание, плохое самочувствие, также тошнота, ломкость ногтей, волос. Но вот самым грозным осложнением, которое может быть при авитаминозе, это остеопороз и ломкость костей. Каких больше всего витаминов по статистике не хватает среднестатистическому человеку? Больше всего выявляется нехватка витаминов Д, йодный дефицит, особенно это характерно для нашего региона. Также витамины группы В, А и Е. Они нужны человеку для того, чтобы быть спокойным, в хорошем расположении духа, чтобы ферментные все системы работали и не было никаких неврологических проявлений в организме. В принципе, не было заболеваний желудочно-кишечного тракта. А есть ли определенный период? С какого времени нужно начинать подготовку к профилактике авитаминоза? Сказать по правде, к весеннему авитаминозу нужно готовиться уже с лета. Необходимо делать заготовки овощные, фруктовые. Необходимо следить за своими хроническими заболеваниями, также наладить свой здоровый образ жизни. Это ходьба, здоровое питание и тому подобное. Также различные отвары, витаминизированные чаи, они тоже препятствуют возникновению авитаминоза в организме. Но также следует не забывать и о обычной простой воде, конечно же. Наверняка существует правило приема витаминов. Например, с утра я же не могу взять горсть и вот так вот выпила, и пошла дальше заниматься своими делами. Как-то витамины должны сочетаться друг с другом. Давайте мы об этом поговорим. Наиболее подходящее время для приема витаминов – это утреннее время. Почему? Потому что наш организм готовится к активному дню. Правильно, он должен быть подготовлен. Также некоторые витамины вообще нужно принимать во время еды. Нельзя запивать, как я уже говорила вначале, нельзя запивать витамины газировкой, кофе, молоком, потому что они снижают всасывание витаминов в организме. Также витамины в капсульной форме, их тоже нужно принимать, не разжёвывая, запивая большим количеством жидкости. А сочетание витаминов в определенном? Да, есть такие витамины, они называются антиподы, то есть их нельзя употреблять одновременно. Поэтому, естественно, нужна консультация специалиста. Как часто люди обращаются с такими симптомами и какой возрастной категории они обычно бывают? Вы знаете, вот, в принципе, весеннее время больных очень много с авитаминозом, и мы, естественно, даём все рекомендации, которые необходимы. И для чего же всё-таки витамины необходимы нашему организму? Витамины нам необходимы для нормального обмена веществ в организме, для обновления клеток нашего организма, и, естественно, просто для хорошего самочувствия. Витамин Д, он сейчас у всех на виду. Нутрициологи советуют его принимать круглогодично. Как вы относитесь вот к этому вопросу, и как часто у нас проявляется дефицит витамина Д, хотя мы живём, казалось бы, в таком солнечном крае, как наша Карачаева-Черкесия? Витамин Д просто так принимать нельзя. Естественно, он принимается после сдачи определённого анализа. И да, я согласна с нутрициологами, что действительно, если есть дефицит витамина Д, его необходимо принимать круглогодично. Особенно после коронавирусной инфекции у людей часто встречается именно дефицит, не недостаток, а дефицит витамина Д. Сколько раз в год можно принимать курсы по витаминотерапии? Курс лечения можно сделать каждые полгода, не помешает, я думаю, провести курс витаминотерапии. Марьяна Мояедовна, спасибо за такую информативную беседу. Тема была очень интересная, наши зрители тоже, наверное, этим заинтересуются и учтут, какие правила нужны для приёма витаминов.